В аэропорту Борисполь пассажиры рейса на Анталию в буквальном смысле устроили бунт. Свыше 8 часов люди провели в ожидании самолета, при этом представители авиакомпании никаких объяснений не давали. Удалось ли им вылететь на отдых и чем грозят такие действия авиаперевозчику в нашем материале? Вот так издеваются над людьми. Уставшие после бессонной ночи с плачущими детьми. Так началось путешествие туристов, которые направлялись на отдых в Турцию. В аэропорту их рейс задержали более чем на 8 часов. Пояснить причины им никто не спешил. Объясните, почему мы до сих пор не улетели? Я не буду разговаривать с вами на телефон. Почему? Потому что не отказываюсь. Но вы же представители авиакомпании. Просидев 5 часов, но так и не дождавшись регистрации и внятного ответа от представителей компании, люди подняли бунт и перекрыли проход на регистрацию пассажирам других рейсов. И только после этого добились объяснений. Изначально объявили о том, что тот самолет, который должен был утром прибыть, у него там какой-то случился отказ системы, он взлетел и сел назад в Старбуле. И они начали мучительно якобы искать замену этому самолету. То есть людям говорят, что ждите, ждите, сейчас полетим. За 8 часов ожидания людей покормили. Один раз. Они уверены, если бы не их радикальные действия, своего борта дожидались бы еще долго. У каждого путевка включена всю сумму, яка уже мы повинны были прилететь в 8,15-8,20. И это уже идет рахунок нашего отпечатку. В самой авиакомпании на многочисленные звонки подробностей долго не отвечали. И только ближе к вечеру нам удалось дозвониться. Я никакие комментарии давать по телефону служебному не буду, я сейчас с экипажем работаю. Так что можете, вот как раз на этот борт приехал экипаж. Посадку объявили во второй половине дня, но и здесь не обошлось без сбоев. Сломалась компьютерная система учета пассажиров. И их пропускали по спискам, не соблюдая купленные места. Альба! 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 По правилам, если авиаперевозчик задерживает рейс более чем на 5 часов, он обязан либо вернуть деньги, либо предложить альтернативные маршруты. Поэтому, считают юристы, люди вправе подать иск. Согласно действующему законодательству и международным конвенциям, подлежит компенсация этого времени. Если их не накормили, не поселили, они имеют право получить компенсацию от авиакомпании в полном объеме предусмотренном законодательством. Более того, могут претендовать на моральный ущерб. Кроме того, пассажиры, по мнению юриста, вправе предъявить претензии и к туроператору, который мог помочь в решении проблемы. Инна Томина, подробности, телеканал Интер.